Значит, у нас сломалась машина. Вам также хорошо известно, что ваша мама живет непосредством. И у вас пачки тоже у всех разъеты. Из салона красоты не вылезай. Да, но тем не менее. Нам надо либо экономить как-то, либо зарабатывать еще больше. Я уже порвал себе все, что можно было порвать на британский флаг. Предлагаю по старинке бахнуть ювелирку на Тверской. Давайте, пока подождем, папа пошутит. Наша семья может экономить на всем. Нам, по большому счету, ничего, кроме самих себя, не дорого. Мы созданы для апокалипсиса. Мы можем выжить, как тараканы везде. А ты не откладывала разве? А у меня была азве возможность откладывать? Была. То есть ты думаешь, что я... Думаю, что ты как настоящая хозяйка, мать и там все, что полагается гражданке иметь. А откуда у меня? У меня же нет ничего. Все, что ты мне даешь, я сразу на семью тратишь. Как только появилась возможность не иметь ничего общего с деньгами, я сделал это. Я возложил ответственность на Оксану, отдал ей карточку, но периодически забираю у нее карточку, чтобы купить какую-то ерунду. У нее список, что купить, за кого заплатить, куда съездить, что оплатить. Я умру. Если ее не будет, мне трех человек надо будет нанимать, чтобы они за зарплату мне делали то же самое. У меня идея. Пап, ты купил за много-много-много лет очень много-много ненужных часов. Мы можем это все продать. Они все в банке. Подожди, у тебя сколько золотых часов? Я не скажу. И куда мы это продадим? Никуда мы это не продадим. Во вам все. Это вообще последнее дело в ломбард ходить. Надо заработать. Хорошо, у нас есть бесполезная куча часов и нет денег. Мы просто подведем итоги. Но мы знаем время. Мы спокойно относимся к деньгам. Когда деньги есть, мы их тратим. Когда денег нет, ну, мы смеемся. Такие мы лохи. Мы можем сдавать первый этаж кому-нибудь. Нет, я отказываюсь. Ты что, с ума сошла? Ты что, обалдела? Варя поживет наверху? Варя не поживет наверху. 40 тысяч рублей. Я могу продать почку. Отписину. Это мое сразу. Чего ты молодая? Я спортом заниматься начала. А ты похудеть хочешь? Хочу. Но эта почка 3 килограмма съедает. Я ничем не отличаюсь от остальных. Я офигистка. Мне все равно, кто что про меня подумает. Мне все равно, кто что мне скажет. Ну и ладно, так и должно быть. До свидания. Может быть, мы уменьшим наконец-таки наши расходы? Ну, например, вот родители пришли с четырьмя большими мешками еды. А ты же ради чего-то мужья? Ты не здесь живешь? Нет, ну почему? Мы можем поменьше, например, есть. Так, нет, давайте по существу. Ты можешь петь в переходе. Я даже думала об этом. Какой-то из моих родственников считает, что я папина любимица. Ну, я так не считаю. Вот родители очень любят, когда гости приходят, ставят меня на табуретку. Ты можешь танцевать в клубе где-нибудь. Все, прекратите. Серьезно, мы сейчас не об этом речь. У меня есть предложение. Вот в качестве своего вклада. Каждый подумайте, вы же не даром пачки такие на ели-то вы. Ну, можно сначала я скажу? Нет. От некоторых преподавателей мы можем отказаться. Нет, не можем, потому что... Нет, можем. Нет, они дураки, они тогда не сдадут ЕГЭ. Я достаточно ленив. Ну, и отличный от всех детей. Все очень много усилий прилагают для всего общего. Мне достается это очень просто. И мне чуть-чуть надо напряжаться, чтобы что-то получилось. В качестве своего вклада я могу, значит, отказаться от дни рождения. Я не люблю дни рождения. Ну, как-то праздновать же надо. Не, не надо. Как раз можно, это некрасивый праздник. Непонятно, чего радоваться. Мне на год останется меньше. Большая экономия. Никого не кормим, никого не поем. Значит, дом сидим. Так малыми шагами мы приблизимся к благосостоянию. К богатству вряд ли с вашей мамой. Она же дворянка, она же гостей меньше 40 не должно быть. За вечерним чаем. Слушай, ну ребята же все равно захотят прийти. Пусть приходят со своим. Что ты на меня так смотришь? Нет, тут барыня вообще. Белая кость. Все, давайте просто не праздновать мой день рождения. А вы все придумываете тогда, на чем можно подзаработать. Головы-то есть? Пока вы только ели и какали.